Текстурирование Текстурирование — это тот инструмент, который позволит вам полностью кастомизировать ваш шейдер. Но что такое текстура? Ну, текстура — это изображение или определенного рода паттерн. Он позволяет управлять определенными аспектами вашего шейдера. Например, в роли текстуры цвета для стены может выступать текстура штукаторки или кирпичей. И эта самая текстура будет спроецирована на ваш материал, затем по-разному может быть использована для создания более интересных и детализированных материалов для ваших мешей. Большую часть времени текстурирование у нас будет через изображение, фотографии и нарисованная текстура. Это самый распространенный способ текстурировать материалы, ведь он позволяет полностью кастомизировать то, как будут выглядеть ваши материалы. Мы уже можем увидеть, как просто текстура изображения может влиять на колор нашего шейдера. Просто переходим в просмотрщик файлов и перетягиваем оттуда картинку в шейдер-эдитер. Затем соединяем выход Color со входом Base Color. Как вы видите, теперь изображение проецируется на наш объект. Здесь используется UV-мапа нашего объекта. Это заскиненная версия нашего 3D-объекта в 2D-пространстве. Вот здесь можно увидеть примеры. Но UV-маппинг мы пройдем в другом видео. На всякий случай, если вы хотите залить повторяемую текстуру на поверхность, она может выглядеть как куча нестыкуемых плиток. Поэтому в таком случае нужны так называемые бесшовные текстуры. Особенно это важно, скажем, для деревянных полов, где огромную поверхность нам нужно залить повторяющейся текстурой. Текстуры также могут влиять на множество других значений, например, глянцевость, тени, подповерхностное рассеивание, переходы, прозрачность, яркость, ухабистость и так далее. Чтобы они влияли на эти значения, нужно подсоединить выход текстуры к входу этого значения. Например, если мы подключим нашу текстуру изображения в альфа-канал нода шейдера, то вы заметите, что текстура теперь влияет на прозрачность, или альфу, нашего материала. Единственное, что это не так. Ага! А это потому, что в Eevee, чтобы использовать прозрачность ваших материалов, вам нужно перейти во вкладку материалов и изменить настройки Blend Mode. Я рекомендую поставить здесь альфа-хэшд, потому что он наиболее точен, хотя немного добавляет шума. Еще одна хорошая альтернатива — альфа-бленд. Как только вы это сделаете, у нас появляется наша прозрачность, и управляется она текстурой изображения. Конечно, само изображение создано не для этого, так что для ваших проектов вы захотите скачать или создать текстуры, которые вам подойдут. Вот примеры разных типов текстур. Color Map, Specular Map и Normal Map. Они позволят влиять на разные значения и создавать более убедительные материалы. Еще мы будем говорить о процедурных текстурах, также известных как сгенерированные текстуры, но в отдельном видео. Процедурные текстуры — это не текстуры изображения, но текстуры, сгенерированные определенным алгоритмом. Это позволяет им обладать бесконечным разрешением и вариативностью, особенно если сравнивать с текстурами изображений, где вы получаете ровно то, что видите. Это всё, что вы получаете. Продолжение следует...